Я вам хочу что-то показать. Вы в начале не поймёте, но всё будет логично в конце. Покажу. Мой компьютер. Клавиатура, вы видите, что на французском. И здесь я поставила буква на русском. Это недостаточно. Я вам покажу, как я пишу. Давайте, например, я напишу очень смешно. Захватывающий момент. Понимаете, как мне сложно. Просто я не привыкла. А так, вы поняли, почему я так медленно отвечаю на ваши комментарии? Я медленно пишу. Я всё медленно делаю на русском. Медленно изучаю тоже. Но это не значит, что я не очень внимательно читаю на ваши комментарии. Очень внимательно читаю. И просто они меня удивляют. Вы меня удивляете. Я, например, сегодня чуть-чуть посидела, где-то 20 минут, смотрела ваши комментарии, записывала, записала слова, которые меня удивляют. Вот. В моей жизни во Франции, во всю жизни, меня называли Элен, Лену и Элену. И всё. Это четыре. Нет. Три. И мы сколько общаемся? Два месяца, три месяца? За три месяца. Вы меня называли. Назвали. Элен. Ленка. Леночка. Лен. Лена. Эленка. Эленушка. Эленочка. Я вас люблю. Объясню, почему мне так нравится. Потому что я чувствую, что вот это не хватает на французском. Что-то не хватает. Например, у меня есть сестра. Её зовут Мария. Это у вас Мария. Когда я чувствую, что я её очень люблю, что я хочу с ней общаться как... Так, не-не-не-не-не. Я не могу просто. Я просто говорю «Мари» или «Маринетт». И это всё. Но тогда то, что я делаю, это я говорю «Ма петит Марин, шери даму». Просто эти слова, это почти всё, что у нас есть, чтобы с нежностью общаться с людьми, чтобы называть людей с нежностью. И даже в этом ваш язык выиграет. Сравнение невозможно даже. У вас есть... Окей, у вас есть тоже «мила». Это у нас «миняну». Но у вас есть ещё «милота», «милашка». Это так вкусно. «Лапочка». Переводчик гугла говорит, что это «шери». «Душечка». Переводчик гугла говорит, что это тоже «шери». Потому что у нас есть одно слово. Ага, и ещё у вас есть «лапулечка». Переводчик даже не знает, что это. И он переводит «лапулечка». Но это слова не существуют на французском. И если ты ставишь звук переводчика, он переводит с французским акцентом. «Лапулечка». Батериал за гугл. И у вас есть ещё «детошка», «молочинка», «обояшка», «кучеряшка». У нас такого слова нет. «Очаровашка». «Умница». «Умничка». Я смотрю на ваши комментарии с улыбкой всегда. Это так классно. Имеет столько слов, чтобы с нежностью общаться с людьми. Знаете, говорят, что французский язык – это язык любви. Неожиданно, но русский язык тогда – это язык нежности. Просто неожиданно, потому что все думают, что это больше как-то язык силы. Но нет, это язык нежности. И ещё я думаю, что то, что важно, это что на французском у нас есть удар в конце слова. Потому что «Элен», «Лену», «Элену», «Шери», «Не-е-е-е-е» всегда в конце слова. И у вас часто есть в начале слова удар. «Котик», «Ленка», «Леночка», «Маша». Это просто так вкусно так говорить, нежно. И у нас вот этого нет. Я думаю, что поэтому тоже есть такая разница. И вот не сердитесь, если я не быстро отвечаю на ваши комментарии. Я их все читаю, и я их обожаю. Увидимся очень скоро. Поздравляю. Отличный зал. Всё новое. До последнего винтика. Надо с ним поработать над техникой. Известный своим нежным вкусом молочный шоколад Нестли Классик теперь стал ещё нежнее. Нежнее, Виктор. Ещё нежнее. По индивидуальной программе. Нестли Классик. Сама нежность. Продолжение следует.